Вести Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте, смотрите в нашем выпуске. Отслужил в армии, пора искать работу. Мы готовы им предложить обучение, переобучение, кому нужно повысить квалификацию. Это все за счет органов службы занятости. Максим Бажанов подскажет, кто поможет Зимбелю в поиске своего дела и на какую финансовую помощь он может рассчитывать, пока не трудоустроится. Агростартап – программа для смелых, инициативных и независимых людей. На средства гранта приобрели новый пресс-подборщик, грабли в ворошилке и танкохладитель. Ульнара Шарипова расскажет, как гранты помогают фермерам развивать хозяйство в Теренгуйском районе. Мир природы нуждается в учете. Человек не дремлет, он постоянно свою лепту вносит, где-то вырубки появляются, где-то наоборот они зарастают. Вопрос, чем зарастают, может самосев, может культура. Поэтому инвентаризация абсолютно необходима, это очевидный факт. В регионе начаты работы по зонированию заповедников и заказников. Что такое, для чего это нужно, расскажем дальше. Граждане уволенные со службы по призыву без работы не останутся. С их трудоустройством готовы помочь региональная служба занятости населения. Уволенные в ведомстве относятся к категории испытывающих трудности, а потому им готовы оказать большинство услуг и мер поддержки без очереди. Более подробно о взаимодействии службы занятости с экс-солдатами расскажет Максим Бажанов. Вернуться на гражданку непросто. Найти работу после армии вовсе целое испытание. В службе занятости это понимают и готовы протянуть руку помощи каждому бойцу. И сделают это быстро. В ведомстве есть информация о каждом солдате, его образовании, опыт работы и предпочтения. Специалисты еще до обращения дембеля понимают, какие вакансии могут предложить человеку. И это не все. Если требуется профессиональное обучение, тоже помогут. Мы готовы им предложить обучение, переобучение, кому нужно повысить квалификацию. Это все за счет органов службы занятости, за счет федеральных средств. Одной из мер поддержки данной категории граждан у нас является социальный контракт. Социальный контракт – это направление по поиску работы. То есть пока человек ищет работу, ему начисляется единовременная выплата в размере прожиточного минимума. После трудоустройства эта сумма придет на карту еще трижды. В первые месяцы работы сверх зарплаты. Андрей Токмаков – один из тех, кто воспользовался мерой поддержки. Парню и с деньгами помогли, и работу нашли по специальности. Вот уже почти год молодой профессионал отвечает за непрерывность работы производства в цехах. Я хотел сначала, искал работу сам, без опыта работы не берут почти нигде. А здесь через центр занятости обратился, они мне предложили сразу несколько лакансий. Я съездил на собеседование, и то, что мне подошло, я пришел сюда, устроился на работу. Помощь по социальному контракту Андрей считает хорошим по спорям. Как правило, первые месяцы работы оплачиваются скромнее из-за испытательного срока. Мера поддержки восполняет эту разницу. Заключить контракт на поиск работы бывшему солдату просто. Достаточно зарегистрироваться на платформе трудвсем.ру. Для получения дополнительной информации можно обратиться в органы социальной защиты. Максим Бажанов, Сергей Свешников. Вести Ульяновск. Из Сенгелеевского района. Ульяновские агростартаперы успешно запустили свои проекты. Победители регионального конкурса направили гранты на закупку скота и организацию переработки сельхозпродукции. Продолжение темы в материале из Теренгульского района. На 40 гектарах привольно пасутся 7 коров и 14 коз. Скоро им придется потесниться. Хозяин стал победителем программы «Агростартап» и покупает еще 18 нителей. Занимаемся переработкой молока и мяса. На средства гранта приобрели новый пресс-подборщик, грабли в ворошилке и танкохладитель. Фермер получил грант на сумму более 4 миллионов. Проект позволит трудоустроить двух наемных работников. Это планы на ближайший год. Перспектива на будущее – наладить полный цикл переработки молока и выйти со своей продукцией на местный рынок. Увеличить поголовье и количество выпускаемой продукции планирует и сосед – Карям Осаян. К уже имеющимся 40 коровам фермер приобретет еще 35. Купит установку охлаждения молока и наймет двух рабочих. «Проживаю тоже и работаю в Теренге, Теренгульский район. В 2022 году получил грант в размере 3 миллионов на развитие своего хозяйства для молочного и мясного направления. Мы молоко сдаем на наш Теренгульский массодельный завод, мясо будем сдавать в Радичевский район, там бойня своя». Введение и регистрация бизнеса на сельской территории – одно из основных условий участия в проекте «Агростартап». В 2022 году грантовую поддержку получили 23 фермера против 10 в прошлом году. «Направления разные совершенно. Это и ягодные направления, это и лошади, это и крес, малорогатый скот, птицеводство, рыбоводство. То есть направления практически все». По информации профильного ведомства, проект может выстрелить в любой год. В 2022-м много тех, кто получил средства на расширение своего хозяйства только с третьего раза. По планам нацпроекта число вовлеченных в бизнес к 2024 году в регионе должно достичь 178 тысяч человек. Гульнара Шарипова, Вести, Ульяновск. Что растет, кто живет на земле Ульяновской? Местные ученые вместе с коллегами из Нижнего Новгорода проводят инвентаризацию региональных заповедников и заказников. Охотничий заказник «Новочеремшанский» последний раз, например, обследовался 20 лет назад. И потому сейчас важно зафиксировать все-все произошедшее за это время. Очень изменчивая растительность, в том числе те же краснокнижники. Ну, например, вот мы провели обследование. Некоторые виды растут только на опушках. Прошло 20 лет, опушка заросла, естественно, там этого вида нет. Но зато появились другие опушки или другие виды. Во-первых. Во-вторых, человек не дремлет. Постоянно свою лепту вносит. Где-то вырубки появляются, где-то, наоборот, они зарастают. Вопрос, чем зарастают. Может, самосев, может, культура. Поэтому инвентаризация абсолютно необходима. Это очевидный факт. В текущем году начаты работы по зонированию 13 особо охраняемых природных территорий, в которые вошли Виновская роща, Остров Барок, Ульяновский дендропарк и 8 заказников. В Новочеремшанском заказнике ученые разделили сна две группы. Одни ведут наблюдения с воды, другие на мощных машинах инспектируют лесную чащу, посчитают и опишут все. Изменения ландшафта, места гнездования редких птиц, наличие следов животных и сохранность краснокнижных растений. Собранные материалы послужат основой для нового зонирования природных объектов. То есть измениться могут и границы территории, и ее режим. Режим может быть совершенно разный. Это может быть режим близкий к заповедному, то есть когда запрещено все. Может быть режим частичного использования, когда, допустим, возможны какие-то выборочные рубки, но охота запрещена. Либо, наоборот, охота разрешена, но рубки запрещены. Либо даже близко к, скажем так, хозяйственному использованию полноценному, то есть какие-то рекреационные участки, которые традиционно используются для отдыха населения, и там, соответственно, может развиваться рекреационно регулируемый туризм. Самая главная цель сегодняшних исследований и последующего зонирования – грамотно, используя природные богатства, сохранить уникальный растительный и животный мир региона. Вести Ульяновск на телеканале «Россия». Мы продолжаем. Риск вспышки оспы обезьян невысокий, заявила главный инфекционист Ульяновской области. Но, тем не менее, регион готов к любому развитию событий. Подготовлены специальные палаты для изоляции и лечения больных. Что необходимо знать об этом заболевании? Как не допустить заражения? И почему туристам нужно быть особенно внимательными? Об этом подробно расскажет Валерия Речник, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Регионального министерства здравоохранения. В последнее время более 9 тысяч случаев заболевания было зарегистрировано в мире. И, к сожалению, не только на африканском континенте. Появилось достаточно большое количество случаев заболевания в странах Европы, например, Великобритании, Германии, Испании и ряде других стран. Также случаи регистрируются в США, ну и в некоторых других странах. В основном, конечно, все-таки эти случаи привозные. То есть люди выезжают, допустим, на отдых или в какую-то рабочую командировку на африканский континент. Там контактируют либо с заболевшими животными, либо с больными людьми. И, соответственно, потом, возвращаясь в свою страну, привозят данную инфекцию. На прошлой неделе в России был зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай заболевания оспы и обезьян. Заболевшим явился молодой человек, который вернулся из Португалии. К счастью, оно было своевременно диагностировано. Данный пациент был госпитализирован в инфекционный сценар. Получает всю необходимую помощь. Состояние его не вызывает никаких опасений. Чем, в принципе, грозит эта болезнь? Вы знаете, к счастью, основная масса заболевших все-таки переносит заболевание относительно легко. И оно не заканчивается летальным исходом. Но клиника данной инфекции довольно-таки яркая. То есть начинается она с того, что у пациента повышается температура, как правило, до довольно-таки высоких цифр. 38-39 градусов Цельсия. При этом отмечается выраженная интоксикация. То есть могут быть вставные боли, мышечные боли. В это же время увеличиваются лимфатические узлы. Начинается все с лимфоузлов шеи. То есть это могут быть подчелюстные, боковые шейные лимфоузлы, задние шейные лимфоузлы увеличиваются. Реже увеличиваются подмышечные и паховые лимфоузлы. Затем через несколько дней, в основном 3-5 дней, появляются высыпания. Они чем-то напоминают высыпания, которые мы наблюдаем у людей с ветряной оспой. То есть они, можно сказать, динамически развиваются. Сначала появляются пятнышки красные. Затем они поднимаются над уровнем кожи, как папулы. Потом образуются пузырьки, которые впоследствии могут при присоединении бактериальной микрофлоры нагнаиваться. Ну и когда уже процесс разрешается, образуются сухие корочки, которые затем отпадают. Откуда она вообще появилась? Оспа обезьян – это острая и занозная вирусная инфекция. В основном она была распространена на Африканском континенте. Первые случаи заболевания среди людей начали регистрировать с 1970 года. До этого заболевание встречалось исключительно среди животных. Но, видимо, впоследствии вирус несколько мутировал. И при длительном контакте человека с животным человек тоже получил возможность заражаться данной инфекцией. Валерия Николаевна, кто же находится сейчас в группе риска? Поскольку эта инфекция в основном встречается на других континентах, то в группе риска в первую очередь включаются те, кто выезжал за границу. Особенно те, кто длительно контактировал с какими-то экзотичными животными. Поскольку распространителем данной инфекции могут являться определенные виды грызунов, белок, приматов, которые обитают в основном на Африканском континенте. В инкубационный период при этом инфекции составляет от 5 до 21 дня. То есть до 3 недель после возвращения с границы вам нужно следить за своим состоянием здоровья. Также в группе риска относятся те люди, которые контактировали с приезжими из данных регионов, у которых была какая-то клиническая картина, характерная для данного заболевания. В случае, если у вас есть анамнез, что вы куда-то выезжали, и у вас появилась температура, увеличение лифузлов, либо высыпание, конечно, в первую очередь нужно обратиться к врачу вне зависимости от того, насколько плохо вы себя ощущаете. Почему? Потому что даже если вы перенесете данную инфекцию в относительно легкой форме, вы, тем не менее, будете являться источником инфекции для окружающих. Поэтому для того, чтобы своевременно диагностировать это заболевание, необходимо в любом случае обратиться к врачу. Именно он поставит диагноз в случае необходимости направить на госпитализацию, плюс определит круг контактных, то есть тех, кто потенциально мог от вас заразиться. В зависимости от того, насколько тесными были эти контакты, эти люди могут наблюдаться либо в домашних условиях, если у них есть возможность изолироваться, либо они будут помещены в специальный изолятор, где будут за ними наблюдать. Специфической противовирусной терапии не существует для данного заболевания. В основном это симптоматическое лечение, прием жаропонижающих препаратов, а также обработка элементов сыпи определенными растворами антисептиков. А сейчас можно как-то вакцинироваться? Вы знаете, специфической вакцинации от данной инфекции нет. Ранее люди, кто были рождены до 1980 года, проходили вакцинацию от натуральной оспы. И данная вакцина также довольно-таки эффективна в плане профилактики от оспы обезьян. Сейчас необходимости в экстренной профилактике именно с помощью вакцин нет, потому что все-таки, еще раз подчеркну, что инфекция эта завозная. Скорее всего, широкого распространения она у нас не получит. Поэтому здесь, как профилактику, лучше использовать такие неспецифические методы, как, во-первых, использование масочного режима в случае, если вы находитесь в местах скопления людей. Нужно не забывать, что эта инфекция передается либо контактным путем, либо воздушно-капельным. То есть, в принципе, все те меры, скажем так, предосторожности, к которым мы привыкли с вами за время пандемии ковида, они актуальны и при оспе обезьян. То есть, ношение масок, соблюдение гигиены рук, если вы, опять же, выходили в какие-то общественные места, все это поможет вам предотвратить инфицирование данной инфекции. В целом, все-таки подчеркну, что заболевание в основном протекает довольно-таки благоприятно и не дает тяжелых осложнений и летальных исходов. То есть, на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 9 тысяч заболеваний. Из них летальным исходом закончилось всего три случая. Людей, которые имели тяжелую запущенную патологию. Вы сказали, что до нас оно, скорее всего, не дойдет. Почему такая уверенность есть? Я не говорю, что оно не появится в регионе. Такие случаи возможны, особенно сейчас, когда, в общем-то, туристы активно выезжают на отдых за границу. И, кстати, в этом плане особую настороженность вызывает Объединенные Арабские Эмираты, где уже было официально тоже зарегистрировано несколько случаев данной инфекции. Поэтому, если вы выезжаете в эту страну, нужно соблюдать, как мы говорили, меры предосторожности. Вот. Завозные случаи могут появиться. И на этот случай уже были проведены у нас на территории области специальные тактико-специальные учения на случай выявления пациента с оспой обезьяны. Обеспечена готовность госпиталя на базе Центральной городской клинической больницы для госпитализации данных пациентов. Подготовлен изолятор для того, чтобы можно было там разместить контактных людей. Вот. Поэтому завозные случаи на территории региона могут появиться. Но, скорее всего, они не получат такого широкого распространения, поскольку у нас нет, во-первых, тех животных, которые переносят данную инфекцию. И если мы все будем внимательно относиться и на второе своевременно обращаться к медицинской помощи, нам удастся изолировать этот очаг инфекции, даже если он возник на территории региона. Кстати, еще мне бы хотелось сказать несколько слов о том, что мы говорим, что данная инфекция переносится редкими видами животных, поэтому владельцам таких экзотичных животных также стоит привить насторожность в случае, если они сейчас их приобретают, чтобы были соответствующиеся ветеринарные справки, животные пришли в карантин и прочие мероприятия. В Ульяновске идут съемки короткометражного фильма «Балалайка 2.0». Историю народного инструмента авторы рассказывают через историю жизни молодого музыканта. О картине и о том, когда ее увидит ульяновский зритель Марина Тимофеева. Официальная задача такая – пройтись вот здесь вот по церкви и… Это уже пятый съемочный день. Снять ярко, молодежно и, главное, музыкально о народном инструменте взялись ульяновские кинематографисты. Сегодня на площадке «Мануфактура» в объективе камер пишется история создания «Балалайки». «Мануфактура» – это всего лишь часть съемочных локаций. В основном это тоже ульяновск, это те места, где бывает наш главный герой. Это какие-то площадки, это фестивали, это уличные выступления и экспедиции». Кинокартина рассказывает о молодом музыканте Даниил Воронков с балалайкой в руках. Объехал всю страну, исконно русский инструмент изменил его жизнь. Из столицы он приехал в Ульяновск. Именно здесь в 2013 году открылся первый в России музей балалайки и стал частью культурного феномена. Свою музыку Даниил складывает из традиционных жанров, пропускает их через биты и дотрагивается до самого сердца. Надеюсь, что будет дополнительный такой резонанс у этой истории. И люди будут просто больше играть, потому что я сталкиваюсь с тем, что люди думают, что музыка – это что-то недоступное. Хотя раньше, вот на традиционной балалайке, она была в каждом доме. Картина снимается при содействии Союза кинематографистов России. Ульяновская команда выиграла конкурс «Россия. Взгляд в будущее». Призовой фонд составил полтора миллиона рублей. В планах и новые проекты. «Сотрудничаем с Росским графическим обществом. Очень интересен нам проект про перья, которым занимается Дарья Фомина. Мы также пишем заявку, ждем также финансирования». Короткометражка «Балалайка 2.0» станет частью кино «Альманаха» о культурном наследии регионов страны. Фильм планируется выпустить на экраны кинотеатров в следующем году. Марина Тимофеева, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Первенство по боллспорту прошло в Ульяновске. Спортсмены из Саратова, Самары и нашего региона показали себя в дисциплине «питанк». Это старинное французское развлечение. Оно, как вид спорта в России, появилось в 2018 году. В игре используется маленький 30-граммовый шарик под названием «кошанет», что в переводе с французского означает «поросенок». Игроки, не отрывая пяток от земли, должны как можно ближе докинуть до него большие железные шары. Пограем мы до 13 очков. То есть в гейм можно набрать максимально 6 очков. То есть, в принципе, достаточно простая игра. Важно сосредоточиться и расслабленная игра. О правилах игры ульяновцам перед соревнованиями рассказал вице-президент Всероссийской Федерации Боулспорта. На мастер-классе он показал свою технику. Также все желающие попробовали свои силы в игре. Здесь очень большая разница, на каком поле играешь. И для каждого поля я использую различные броски. То есть высокая парабола, прокатный бросок, средняя парабола. Для каждого момента, для каждого турнира я использую свои броски. Какие лучше подходят для этого поля. Ну а на соревнованиях лучшими себя показали игроки из Саратовской области. В точности не оказалось равных спортсменам нашего региона. Стопы – это источник здорового духа, так утверждают медики. Полезные советы от врача-подолога услышим сегодня. Юлия Чекмарева поделится новостями и ответит на ваши вопросы. Ровно в 12 часов смотрите проект «За обедом» на нашем YouTube-канале и в соцсетях на страничках ГТРК «Волга». Вопросы можно задавать в комментариях уже сейчас и во время прямого эфира. И завершит наш выпуск информации о синоптиках. Я же благодарю вас за внимание. Встретимся вечером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова